Привет друзья! Сегодня разговор пойдет о немецком шпице. История породы насчитывает около двух с половиной тысячи лет. До сих пор на родине шпиц выполняет свою основную миссию, стережет жилище и участвует в выпасе скота. У нас эти собаки больше известны как милые декоративные питомцы, радующие взгляд пушистой шерстью и лисьей мордочкой. Немецкий шпиц обладает хорошим здоровьем, уравновешенным характером и удобен в содержании. Он привязан к хозяину, обладает прекрасным умом и легко поддается дрессировке. Это очень умные собаки, ласковые и старательные. Немецкий шпиц считается отличным другом и компаньоном. Если правильно воспитать шпица, то он станет лаять только по команде. Первоначальное предназначение породы – оповещать хозяина лаем о приближении чужаков, поэтому шпицам свойственно реагировать громким лаем на посторонние звуки, незнакомых людей на улице, а также лаять в состоянии испуга. Малые немецкие шпицы захватили интернет, а с ним и весь мир. Но возможно не все знают, что немецких шпицах существует несколько разновидностей, от достаточно крупных до малых миниатюрных. По роде немецкий шпиц относятся самые разные собаки, от плюшевых померанцев до серьезных вольфшпиц. Различаются они размерами. В зависимости от разновидности, рост в холке колеблется от 18 до 55 см. Выделяет 5 разновидностей данной породы. Немецкий вольфшпиц – самая крупная разновидность, достигает 55 см. Подходит для охраны. Большой шпиц или Гроссшпиц – рост до 50 см. Средний шпиц или Миттельшпиц – достигает 40 см. Обладает наиболее крепким здоровьем, а также считается самым долгоживущим среди представителей этой породы. Кляйншпиц или малый немецкий шпиц достигает 29 см. Шумный – любит погавкать. И последний – миниатюрный шпиц, он же цверкшпиц или померанец, вырастает до 22 см. Все немецкие шпицы энергичны, им нравится бегать и общаться с хозяином, любят детей и свою семью. Современные представители породы – превосходные собаки-компаньоны и охранники. Энергичные шпицы не выносят одиночества и скуки, поэтому требуют много внимания и активных действий. Если вы не любите долгие прогулки или спортивные развлечения, много времени проводите дома и предпочитаете тишину в квартире, эта собака однозначно не ваш выбор. Шерсть шпицов – основной объект внимания хозяина. Волос собаки густой и длинный, летом то сильно линяет. Смена шубки необходима для поддержания комфортной температуры тела и для свободного роста подшерстка к зимнему сезону. Чтобы ускорить процесс линьки, собаку регулярно вычесывают пуходеркой, массажкой и гребнем. Моют шпицев редко. Шерсть высушивают феном. Шпиц не обладает крепким здоровьем, поэтому сразу после купания собаку нельзя выпускать на улицу, она может простудиться. Спать шпиц любит в тишине и в темноте, поэтому хозяин должен позаботиться о личном пространстве собаки. Псу будет удобно на небольшой подушке, лежаке или мягкой подстилке. А на сегодня у меня все. До встречи на канале Черный Кот.